Ассаляму алейкум. Алейкум салям. Мне нужен ваш совет. Мы вас внимательно слушаем. Брат, в моей семье с недавних пор начались проблемы. Испортились отношения с супругой. Нет первоначального доброго отношения. Такое впечатление, что живем вместе по привычке. Я всеми способами пытался восстановить чувства между нами, но не смог добиться желаемого отношения. В последнее время вижу свою жену усталой и холодной. Я думаю, в нашей религии должен быть ключ к решению этой проблемы. Прошу, помогите мне. Да будет доволен вами Аллах. Вы правы. Выход из этой проблемы есть. Это следование Корану и причистой сунне, пути посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ключи к счастью, а также выход из вашей проблемы находятся в нашей светлой религии. Мы подготовим полезный и подробный материал по данному вопросу. В этом видеоролике вы услышите хадисы, которые, возможно, до сих пор не слышали. Они повествуют о том, каким образом пророк да благословит его Аллах и приветствует. Обращался со своими женами. Вы узнаете, как применять эти хадисы на практике и таким образом улучшить свою семейную жизнь. Не волнуйтесь, все у вас будет даже лучше, чем в прошлом, соизволение Аллаха. Будь благонравным по отношению к супруге, всегда показывай себя с лучшей стороны. Всевышний Аллах говорит о своем пророке в Коране в Суре Аль-Калян. Воистину твой нрав превосходен. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал, «Лучшим из вас является тот, кто лучше всех из вас относится к своей жене, а я лучше всех отношусь к своим женам». Это сообщение приводит от Тирмидзи. Некоторые люди думают, что ислам ущемляет права женщин. На самом же деле, ислам дает женщинам высокий статус. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал, «И бойтесь Аллаха в том, что касается женщин, ибо вы взяли их как то, что доверено вам Аллахом, и сделали их дозволенными для себя по слову Аллаха». Это сообщение приводит имам Муслим. В судный день мужчина будет спрошен за свое отношение к жене. Обращайся к супруге в ласковой форме, называй ее именами или прозвищами, которые ей нравятся. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, обращаясь к Айше, «О Айш, О Айш, вот Джибриль передает тебе Салям». Это сообщение приводит имама Аль-Бухари, Муслим. Также он говорил, обращаясь к ней, «О Беленькая». Всеми способами показывай супруге, насколько она дорога тебе. Однажды Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказала посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, историю про Умзар и ее мужа Абузара. Абузар был благонравным мужем и очень хорошо относился к Умзар, однако впоследствии он развелся с ней. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Айше, «Я буду для тебя, как Абузар, для Умзар, но разводиться я с тобой не буду». Это сообщение приводит Аль-Бухари. Уделяй время своей супруге, старайся проводить с ней каждую свободную минуту, выслушай ее, даже если тема для тебя неинтересна. В хадисе, переданном имамом-муслимом, говорится о том, что «однажды ночью Айше, да будет доволен ею Аллах, начала рассказывать посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что как-то раз собрались 11 женщин, которые пообещали друг другу ничего не скрывать о своих мужьях, и каждая начала рассказывать о своем муже, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сидел и внимательно слушал ее историю. Не стесняйся говорить при людях, что ты любишь свою супругу, потому что те, кто это услышит, непременно передадут ей твои слова. Однажды посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросили о том, кого он любит больше всех из людей, на что он ответил «Айшу», тогда у него спросили «А из мужчин?», на что он ответил «Ее отца». Это сообщение приводит Аль-Бухари к муслим. Проявляй уважение к ее личным интересам, если в них нет ничего греховного. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не возражал против того, чтобы подруги его жен время от времени навещали их, а также позволял женам навещать больных. Кроме того, мать правоверных Зайнап, жена пророка, зарабатывала деньги, занимаясь своим ремеслом, и жертвовала сумму нуждающимся. Следует отметить, что во всех случаях женщина должна получить разрешение и согласие мужа на выбор и занятие своим ремеслом. Весели ее и развлекай Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал у дверей комнаты, и в это время эфиопы играли с мячами в мечети посланника Аллаха, и он прикрыл меня своим плащом, чтобы я могла смотреть на их игру. И так продолжалось, пока я сама не ушла». Это сообщение приводит имам Аль-Бухари. Расходуй на нее имущество, не скупясь, но не расточительствуй. Абухурейра передал, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Динар, который ты потратил на пути Аллаха, и динар, который ты потратил на освобождение раба, и динар, который ты потратил на свою семью, самым великим из них вознаграждением является тот, который ты потратил на семью». В другой версии хадиса посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Если человек расходует свое имущество на свою семью с надеждой на награду, то есть желая этим лика Аллаха и его довольства, то это запишется ему милостыней». Это сообщение приводит Аль-Бухари, муслим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил «Улыбаться брату считается милостыней, садака». Это сообщение приводит Ат-Тирмези. Из этого следует, что нужно улыбаться при виде супруги. Старайся, чтобы от твоего тела и изо рта не исходил неприятный запах. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала «Первое, с чего начинал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда заходил домой, чистил зубы сиваком». Это сообщение приводит имам-муслим. Мусульманин должен обращать на этот вопрос особое внимание. Играй с женой, шути с ней и целуйся. Известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, советовал одному из своих сподвижников играть со своей женой, дабы укрепить любовь между ними. Кроме того, во время одного из путешествий посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал своим сподвижникам, «Идите вперед, идите вперед». А затем сказал Айше, «Пойдем посоревнуемся», то есть побегаем на перегонки. Это сообщение приводит имам Ахмад. «Просто подумай, пророк, которому было более 50 лет, он же глава государства и командующий армией, уделял время своей жене, играя с ней, и делая ее радостной и счастливой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является лучшим примером для подражания тому, кто уповает на Аллаха, кто много поминает своего Господа и беспокоится о судном дне». Обращайся с женой ласково, время от времени корми ее из своих рук. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, «И поистине ты обязательно получишь награду за все то, что потратишь ради лика Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене». Это сообщение приводит имам Аль-Бухари, муслим. «Иногда облизывай после еды ее пальцы и дай ей облизать свои». Посланник Аллаха говорил, «Если кто-нибудь из вас закончит прием пищи, то пусть не вытирает свои пальцы салфеткой, пока не оближет их или не даст облизать их другому». Это сообщение приводит имам Аль-Бухари, муслим. Один из исламских ученых, имам Ан-Навави, разъяснил фразу «не даст облизать их» следующим образом. «Даст облизать свои пальцы жене, детям или кому-нибудь из близких, кто не брезгует этим». Этот поступок сближает супругов и укрепляет их любовь и тягу друг к другу. Целуй жену всякий раз перед выходом из дома. Это вызовет любовь между вами. Твоя жена будет с теплом думать о тебе, пока ты отсутствуешь. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, целовал некоторых своих жен и затем выходил на молитву, не совершая омовения. Однажды Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказала о том, что посланник Аллаха поцеловал одну из своих жен, будучи постящимся, и улыбнулась. Это сообщение приводит имам Муслим. Также она рассказывала, «Однажды посланник Аллаха потянулся ко мне, чтобы поцеловать, на что я ему сказала, я пощусь». Он же сказал, «И я пощусь» и поцеловал меня. Это сообщение приводит Анна Саи. «Если она провинилась в чем-то и сразу же раскаялась в содеянном, постарайся простить ее, не мсти и не наказывай». Всевышний Аллах говорит в Коране, «Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них». Воистину Аллах возвышенный, большой. Если жена проявила непослушание и строптивость, но раскаялась в содеянном, то мужу следует успокоиться и не укорять ее за совершенные в прошлом ошибки и прегрешения, воспоминания о которых могут причинить боль и породить неприязнь между супругами. Иначе ты откроешь дверь новым неприятностям. Доверяй жене, никогда не думай о ней плохо, не подозревай и не старайся уличить ее ошибки. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запрещал мужчине, который долгое время отсутствовал, возвращаться домой внезапно ночью, сомневаясь в верности жены или желая разоблачить какие-либо ее проступки. Забудься о жене, когда у нее проблемы, и лечи ее Кораном, когда у нее тяжко на душе. Всевышний Аллах говорит, мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам они не прибавляют ничего, кроме убытка. Айша, жена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказывала, что когда она болела, пророк заботился о ней и лечил ее посредством Корана. Субтитры создавал DimaTorzok